Продолжение следует... Возможно, СМИ работает и формирует общественное мнение, но в первую очередь оно является ответственным за подобные публичные обращения, которые влияют на массовое сознание. Сегодня мы во многом обращаемся к опыту других государств, которые во многом имеют преимущество как в законодательстве, так и в отношениях общества и инвалидов. Мы ждем реализации программы «Доступная среда», которая пройдет с 2011 года по 2015 год. Но ждать и откладывать можно еще очень долго, постоянно ощущая недостатки в законодательстве, сталкиваясь с такими людьми, как Никонов. Вообще возникают вопросы. Почему транслировать антисемитские, нацистские заявления в эфире нельзя, а подобные оскорбительные, бесчеловечные заявления в отношении инвалидов можно? Почему мы должны строить новые специальные учреждения для инвалидов, вместо того, чтобы приспосабливать те, что есть? Не говорит ли это о том, что мы опять отделяем инвалидов в среду недоступную? Мы просто должны понять и принять, что эти люди с ограниченными физическими возможностями далеко не ограничены морально. Они гораздо талантливее, сильнее и добрее нас. Вспомним недавнюю Олимпиаду в Ванкувере. Не говорит ли это о том, что мы мало знаем об их потенциале и таланте? И, наверное, главное, что хотелось бы сказать. Мы все говорим очень много и очень красиво. Но не стоит ли подумать о том, что пора переходить от слов к действию?